здравствуйте народ и сегодня у нас тема такая вот доработка вот такого и песника вы скажете как можно его доработать в принципе при заряде аккумулятора нагревается как сам аккумулятор а нагреваться он за счет того что здесь находится рядышком трансоматор и он довольно сильно его нагревает это одно ну а дальше в принципе я покажу уже на той версии которая начал дорабатывать пока получилось разделю я внутри видео эту тематику вот что у меня получается вот стоит кулер от компьютерного блок питания он дует воздух сейчас даже покажу так вот аккумуляторный отсек дырка идет вот туда точнее отверстия до трансформатора и выход идет вот здесь здесь будет ставить конечно сеточка шок внутрь ничего не попало это в принципе не столь важно для удобности посох он будет стоять на столе я вывел аккумуляторные клеммы наверх в принципе ну и получается так что он даже тер не нагреваться он холодный а также я запланировал вот видите стоит регулятор переменный резистор просто я не угадал немножко сопротивлением то пока он как видите не подсоединенный но вскоре он будет подсоединенный и будет все нормально и отвел а вот провода подальше пока они сделаны по-детски но здесь будут стоять нормальные кусачки чтоб на аккумулятор вот смотрите одеваем сейчас на аккумулятор сейчас запустим это чудо единственное что хотел сделать вот сразу от аккумулятора питается вентилятор чтобы когда он не нужен но аккумулятор все-таки подключен без переводнику здесь будет дополнительно тумблер стоять но в принципе я думаю за счет резистора можно было бы уменьшать но мне кажется что резистор сам по себе будет потреблять вот запустили сам бесперебойник принципе здесь такой непоганый напор воздуха идет также планируется здесь вырезать два отверстия под вольтметр на вход то есть от аккумулятора и на выход то что он будет выдавать преобразованные принципе зачем он мне вообще нужен у нас бывает пропадает свет довольно часто а например запитать тот самый паяльник или ноутбук хотя ноутбук не сильно надо но у меня в принципе есть вот такая вот вот такая вот DVD-шка портативная вот и в принципе вот например посмотреть вечером кино когда посел устал после работы какое то можно в принципе DVD дисков хватает вот ну и так же она от флешки может скажите что ноутбук не включить ноутбук в принципе жрет намного больше чем эта DVD-шка потому эконом не так вот а так же в принципе светодиодную ленту от аккумулятора можно питать а вот мелкие такие приборы которые нет возможности на нужном 220 кек холодильник холодильник от него правда не желательно питать ну в принципе на если отключили например вы знаете на 2 часа то от работы 2 часа думаю холодильнику ничего не будет от этого без перегоника главное чтоб только аккумулятор выдержал ну аккумулятор я раньше в роликах показывал вы видели что у меня довольно пока не сильно приличный но хватает вот этих 7 амперных у меня 3 и их получается вместе 21 ампер если вместе соединить и плюс 17 амперный аккумулятор ну и в принципе довольно непогано выходит ну в принципе вот такое у меня все действие в принципе как дальше будут доработки еще планируется в нем я думаю не знаю пока что буду делать силовые транзисторы поменять те же на радиаторах стоят на более мощные но я пока не знаю что буду делать поскольку он меня пока и так устраивает ну в принципе на 3 видео я растяну я растяну это это будет первое видео потом следующее видео я скорее всего доделаю резистор сеточку поставлю может быть вольтметр поставлю два и тоже сниму видео отчитаюсь перед вами в принципе может доработать его даже школьник здесь особо сильного ничего нету сложного здесь просто вот так дрелью сначала вычертил вентилятор сначала ставишь так вентилятор по отверстиям дрелью профуговал дырочки а потом вот так по кругу берете расчертили и начинаете потихоньку отверстия делать а потом в конце просто можно просто ударить может выбиться не выбиться просто берете обычных натуральный ножик и начинаете по отверстиям вырезать она консервы открывается внутри дырка в принципе то есть отверстие то же самое бы я в принципе пробовал сверху кусачками то кусачками ну не красиво вышло лучше бы я изначально дрелью это все делал ну в принципе все оцените подписывайтесь ну а также может быть напишите какие то советы что можно с ним еще сделать чтоб он более доработанный был поскольку я лично думаю что если охлаждение будет хорошее и тросоматор не будет нагреваться так далее то и продлится срок службы его и я думаю что какое то электричество меньше оно будет жрать хоть чуть-чуть поскольку я думаю все таки на выделение тепла но я думаю то что он будет меньше жрать скорее всего будет кулер жрать но это в принципе не столь важно ну вот и все с чем я хотел поделиться всем хорошего дня ну прощаюсь с вами